Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Принято считать, что самая короткая за всей историей мировой драматургии пьеса – это «Дыхание» Сэмюэла Беккета. Приньера «Дыхание» состоялась в 1969 году. Согласно детальным инструкциям самого Беккета, спектакль должен длиться 35 секунд. Занавес. Тусклый свет, по сцене разбросан разный хлам. Это длится 5 секунд. Слабый короткий крик и сразу после вдох. Одновременно медленно усиливается освещение, которое в течение 10 секунд достигает максимума. Затем в течение 5 секунд тишина. Выдох и медленное угасание света до минимума, как в первой сцене, в течение 10 секунд. Сразу после этого крик. Молчание в течение 5 секунд. Занавес. Самая короткая пьеса на русском языке написана в июне 2011 года. Ее автор Павел Парижко. Она называется «Солдату». Премьера «Солдата» постановки Дмитрия Волкострелова состоялась в декабре 2011 года в Театре ДУК. Этот спектакль мог длиться по-разному 10-15 минут. И в нем было всего две фразы. «Солдат пришел в увольнительное. Когда надо было идти обратно в армию, он в армию не пошел». Павел Парижко, возможно, главный реформатор русской драматургии последних 20 лет, так говорил об этой пьесе. «Меня беспокоила тема о том, как «Солдат» пришел в увольнительное. Я начал выстраивать какую-то историю. Одну, вторую, третью. А потом понял, что не могу точно передать то, что хочу. Да, следую закону построения сюжета, ввожу каких-то персонажей, но по сути занимаюсь какой-то ерундой. Совсем ухожу от того высказывания, которое мне необходимо. И вдруг я понял, что нужная мне форма – это два предложения. Это единственный вариант». Пьесы Парижко и спектакль Волкострелова совершенно справедливо считались одним из самых радикальных проектов театра ДОК. И, возможно, поворотным проектом. Прежде документальный театр и новая драма в целом были заняты скорее открытием для театра новых миров, тем, социальных групп. Но Парижко, как и во многих своих других пьесах, в «Солдате» переместил фокус на то, с каким языком и какими средствами работает современная драматургия. Драматургия – адекватная современность. Но все же в «Солдате» была и новизна тема. До того российский театр жил как бы в счастливом незнании того, что в стране существует армия. И армия, как и все, что с ней связано, это значительная часть жизни. И общественной жизни, и политической жизни, и частной жизни миллионов российских мужчин, их матерей и жен. В третьем эпизоде подкаста «Закати сцену» я вспоминал документальный стендап Толгата Баталова «Узбек». И смех, с которым московская публика воспринимала слова Баталова «Россия постоянно ведет какую-то войну». К тому моменту, а между премьерой «Солдата» и первым показом «Узбека» прошло всего три месяца. Россия уже успела много лет повоевать и на собственной территории, и в Чечне, и в Грузии. Но это осталось за пределами интересов российского театра. Ситуация изменилась позже, когда война стала по-настоящему близко. «Война близко» так назывался выпущенный в 2016 году спектакль Елены Греминой, сделанный по дневникам, присланным из Луганска по материалам дела Олега Сенцова и Александра Кольченко и пьесы Марка Равенхила «Ваши голоса». А последнее время езжу на шестерке. К выстрелам, взрывам привык, сирену начинаю ненавидеть. Еду в офис компании, там вдруг на перекрестке ополченцы, проверяют все машины, останавливают кузова, салоны, автоматы на готове. А я вспомнил, что без техпаспорта, а возвращаться было поздно, могли вслед выстрелить. И я думаю, ну, может быть, паспорта будет достаточно. Молодой вояка требует документы на авто. Я ему говорю, что компания купила автомобиль сотруднику, он уехал в Россию вместе с техпаспортом. А что же вы в машину-то сели без документов? А вдруг вы ее угнали? А стал придумывать на ходу, говорю, ну, вот хотел поближе к компании подвезти машину и все. В общем, к нам подбегает старший, приказывает садиться в шестерку, кладет мой паспорт себе в карман. В общем, я, трое ополченцев, едем для выяснения обстоятельств. Я достаю сотовый, нужно предупредить своих, и мне строго. Не положено. Это запись самого последнего показа спектакля «Война близко» в 2019 году. Тогда же, в 2016, и, заметим, все это делает только театр ДОК, появилось еще два очень важных спектакля о войне. Авторами обоих были драматург Нана Гринштейн и режиссер Анастасия Патлай. Это пьесы «Милосердие» и «Кантград». «Милосердие» – этот спектакль шел на площадке Сахаровского центра, говорилось о Первой мировой войне, о сестрах «Милосердия». «Кантград» – это спектакль о послевоенном Кенигсберге и его превращении в Калининград, о победителях и побежденных. «Милосердие» и «Кантград» были важны еще и тем, что они говорили о войнах, которые фактически забыты. Удивительный парадокс заключается в том, что Первая мировая как будто отсутствует в российской культуре, при том, что армия Российской империи потеряла не меньше двух миллионов солдат и офицеров. Но, конечно, у этого есть совершенно рациональное объяснение. Трагедия Первой мировой заслонена трагедией революции и гражданской войны. Куда сложнее со Второй мировой, которую в современной России по советскому канону называют «Великой Отечественной», как будто СССР вступил во Вторую мировую в июне 1941 года, а не напав на Польшу в сентябре 1939 года. Кроме того, советский мейнстрейнный нарратив о Второй мировой был построен на романтизации одних сторон войны и игнорировании других. Потому совершенно естественно превратился в победобесии и то, что сейчас принято называть «Зет-культурой». Но это отдельный разговор и очень большая тема. Так или иначе, к середине прошлого десятилетия только Театр ДОК и в некоторой степени Сахаровский центр стали делать работу, в результате которой на сцене мог появиться солдат как живой человек. Солдат, не желающий вести войну. Солдат, который готов дезертировать. В 2017-м, на фоне войны в Сирии, тоже практически незамеченной российским обществом, появилась пьеса Алексея Житковского «Битва за масом». Там речь идет, естественно, о иракском городе Масом, но сирийская война отчетливо считывается. Чуть позже появилась пьеса Артема Материнского, написалась несколько лет, была закончена в 2022 году, «Неизвестный солдат». Ни у кого в классе папы не были в Афганистане, они там не ходили. Только С был в Венгрии, его папа там проходил службу по контракту. Он повесится в шкафу, когда С закончит школу. Со службой это не будет связано. В 2000-м году многие вешались, потому что это был повод не ходить на работу. Не ходить на работу, которой не было. Повод не казаться. А для того, чтобы выйти за угол и подраться, мы называем чужих отцов трусами. Чтобы выйти, нужен повод. Мы не называем друг друга козлами, потому что это западло. В Афганистане не было никого. Это повод, чтобы вступиться за отцов. Когда мне 25, звонит папина сестра и между телом говорит, «Твой папа не ходил в Афганистан, потому что за него боялась его мама. Она хотела, чтобы он стал хорошим. Она хотела подарить ему машину. Она хотела для него Волгу. Твой папа не пошел в Афганистан, потому что он попросил ее сказать в военкомате кому-то, что он не хочет там ходить. И она послушала его, потому что всегда больше его любила, чем меня. Хотя он уехал в Москву от нее, а я осталась с ней. Он уехал, я осталась. Она не купила ему машину, потому что он эти деньги проиграл в карты. И магнитофон, который был мой, проиграл и поехал в Казахстан. В ДВ, не Афганистан. В Афганистане он никогда не был. Только его одноклассники, которые возвращались в гробах один за другим, один за другим, один за другим. Это фрагмент читки неизвестного солдата на постановке Ольги Малышевой на фестивале Любимовка. В школе нам говорят, что в Чечне убивают. Нам показывают, как там убивают. Нам показывают отдельно голову, голову и член. Нам говорят, что это половой орган. Мы смеемся и смотрим на одноклассников. Сначала показывают член, а потом отрезанную голову. В такой последовательности мы собираем посылку. В Чечню нам говорят, что нужны только сигареты и ничего больше. Нам говорят написать письма в Чечню любому мужскому имени, любому пальцем в небо. Не ошибетесь. Каждый пишет по строчке и подписывается. 11-й А. Половина одноклассников лысые. Они оставляют просьбу резать черных. Учителя говорят, что мы следующие. После них, после тех, кому идут письма. И нам лучше готовиться заранее к поступлению в институт. Мы готовимся. В квартире, где варят винт, мне говорят, что москвичам Чечня не грозит. На контроле я говорю, что пойду в Чечню. Я отказываюсь от московского гражданства. В 2000 году мне 17 лет. В пьесе Материнского ни разу не звучит слово о дезерте. Тем не менее, когда ее читаешь, слушаешь, тебе не оставляет ощущения, сколь сильно главный герой хочет сбежать из армии. На меня кричат и ездят машины. Я снимаю с предохранителя автоматы, готовлюсь к стрельбе. Выбираю точку, откуда стрелять. Жду машин и людей, их нет. Они с другой стороны. Я вижу, что все ходят как по улице в час в пик возле станции метро. И не обращают внимания на границы. Люди идут по своим делам. В очереди стоят и курят возле метро. Останавливается автобус. Выходят люди, они толкаются. Входят меня, переходят границы. Я направляю автомат на одного из них. Я могу стрелять. Я не стреляю. Мне 26 лет. Я на посту. Я следую маршруту часового. Я занимаю позиции. Идет смена. Я говорю по уставу. Я сменяюсь. Сдаю автоматы, боеприпасы. Иду и есть. Потом перед начальником караула наизусть передаю статью устава. Он говорит, что я не выучил. Говорит, что ненавидит учителей. Особенно географии. Спрашивает, где Африка. Я должен передать ему точные координаты Африки. Потом он говорит, что хочет побывать в Майами. И просит назвать точные координаты Майами. Я не называю. Он подходит и бьет в грудь, чтобы я вспомнил. Я не вспоминаю. Продолжаю наизусть говорить статью устава. Он бьет еще раз. Спрашивает, что будет, если за границей поста Бэтмен будет насиловать гражданскую несовершеннолетнюю. Что я буду делать? Я должен руководствоваться статьей устава. А если Спайдермен будет сидеть на заборе, который разделяет охраняемую территорию, гражданскую территорию, дрочить в мою сторону. Что я должен предпринять согласно уставу? Я начинаю наизусть. Он спрашивает, если во время дежурства я увижу, что за 10 сантиметров до границы охраняемой территории железный человек будет ебать президента РФ. Причем ты знаешь, что железный человек его в итоге доведет до смерти. Потому что хуй у железного человека тяжелый. То что ты будешь делать согласно уставу? Я ничего не могу сказать. Он отпускает меня спать. Я иду в комнату для отдыха и ложусь. Я сплю, я слышу караул в ружье. Я выбегаю, я спотыкаюсь, учусь на ногу, я разбиваюсь о пол. Все смеются. Я сплю пять минут. Мне говорят, что я не выучил устав и мне не положен сон. Я иду учить устав. Я не сплю, я учу. Через сутки на разряжение оружия я расстреливаю в упор начальника караула. Российские драматурги стали говорить о войне только после февраля 2022 года. Но очевидно, что антивоенная пьеса не появится в российских театрах. Дезертир, настоящий герой современной России, не выйдет на сцену. Впрочем, и куда более демократические общества, театры которых стали говорить о войне уже после Первой мировой, далеко не всегда хотели признавать дезертиров героями. Это начало песни Бориса Виана «Дезертир». Она впервые была исполнена 7 мая 1954 года. Ровно в тот день, когда французская армия, воевавшая за свои колонии во Вьетнаме, потерпела сокрушительное поражение у деревни Дьен-Бьен-Фу. Французы так и не смогли оправиться от этого поражения и вскоре совсем оставили Вьетнам. А песня Виана была запрещена к публичному исполнению вплоть до 1962 года. Виановский дезертир много раз переводился на русский язык. Вот версия Кирилла Медведева, который исполняет группа Аркадий Коц. Товарищ президент, пусть у тебя заботы Прочесть мое письмо, ты уж выбери момент. Я только что узнал, что к следующей субботе Обязан быть на фронте, в повестке прочитал. Товарищ президент, я не хочу быть там, Стрелять по видникам, я не согласен, нет. И чтоб тебя позлить, я это сообщаю, А просто обещаю, я не пойду служить. Что с детства вижу я, отец мой умирает, И братьев забирают, и детский плач всегда. А мама уж давно отмучилась и в яме, Смеется над червями, смеется над войной. Когда я был в плену, отняли у меня Воспоминания и душу, и жену. Убитые года я в комнате закрою И выберусь на волю, я завтра на заре. И буду я бродить по всей стране огромной, Где жаркой, где холодной, и людям говорить. Не подчиняйтесь им, властям нужна война, Им ваша смерть нужна, сопротивляйтесь им. В решающий момент вы сами кровь пролейте, Ее не пожалейте, товарищ президент. Ну а теперь приказ, готовьте вашим службам, Я буду безоружным, стреляйте не боясь. С вами были подкаст «Закати сцену» И я его ведущий Михаил Калужский. Пьеса Сэмюэла Беккета и Павла Пришко И фрагменты интервью Павла Пришко Читала Полина Филиппова. Мы встретимся с вами на этот раз Через две недели. Сэмюэла Беккета и Павла Пришко Сэмюэла Беккета и Павла Пришко Читала Полина Филиппа и Павла Пришко Читала Полина Филиппа и Павла Пришко